Уважаемые коллеги, здравствуйте! Здравствуйте! Мы начинаем работать с конференцией. Я очень рад объявить о её начале. Итак, наша трёхгемная конференция, которую мы назвали «Родное и Вселенское» по десятилетию Вячеслава Иванова. Я хочу лишь в кратком иступительном слове сообщить, что это четвёртая наша конференция, которая называется «Музыка, философия и культура». Первая была посвящена юбилейным датам работы в консерватории двух совершенно замечательных мыслителей. Это Алексей Фёдорович Лосев и Александр Григорьевич Михайлов. Вторая конференция была посвящена выходу двух совершенно замечательных и знаковых книг для культуры середины и рубежа. Это «Столк вытверждений истины» и «Явление и смысл Густала Шпета». Это был 2014 год. Прошлогодняя конференция, я раздумывал над тем, не посвятить ли её юбилею Дмитрия Сергеевича Мишковского, но мой коллега, который, к сожалению, здесь сегодня отсутствует, это Кузьмин, напомнил, что, оказывается, всё-таки 240 лет исполняется Шейлинг-бол, значение которого для философии искусства и в особенности философии музыки трудно переоценить. Но когда мы проводили третью конференцию, мы уже знали, чему будет посвящена наша конференция четвёртая. Она будет посвящена Вячеславу Иванову. Я помню, как я читал в одной из статей Аверинцева, посвящённых Иванову, он для того, чтобы обозначить те культурные события, тот период жизни и всемирной культуры, который охватывает, который связан, на который выпадает, вернее, жизнь Вячеслава Иванова, он приводит два замечательных факта, историка литературного характера. Он напоминает, что в ход рождения Вячеслава Иванова в русском вестнике публикуется преступление и наказание достоевства. А в год смерти Вячеслава Иванова в аргентинском издательстве выходит сборник рассказов Корки Луиса Борхиса «Альф». А я, со своей стороны, как ведущий сегодняшней конференции, я напомню, что в год рождения Вячеслава Иванова появляется и Московская государственная консерватория, на стенах которой мы находимся, поскольку этот год – это год юбилея, это год тогда консерватория, и не только консерватория, когда мы празднуем 150-летие консерватории и 150-летие Вячеслава Иванова. И это совпадение, я полагаю, очень-очень значимо для всех для вас. Спасибо. Вот такое небольшое выступление, и я думаю, что мы начинаем работу нашей конференции. Я предоставляю слово нашему коллеге. Небольшое выступительное слово нам обещал сделать Вадим Владимирович Полонский. Прошу вас. Вадим Владимирович, вот сюда. Дорогие друзья, от имени лица корпорации сотрудников СМИ, РАК, рад приветствовать всех участников Виманской конференции, которая по составу, по тематике докладов что это нечего-нибудь величайно интересного, величайно интересного. Я не дежурно по словам, чтобы всем, по крайней мере, все к тому идет. Конечно, то, что ивановеды собрались в этих стенах, в стороне Московской конференции, далеко не случайно, промыслительно, символично, и не только потому, что, как нам сейчас напомнил Олег Викторович, есть местное распадение дат. Мы все прекрасно понимаем, что в том статическом всплеске той переоценки ценностей народа живяков, где одной из ведущих ранее Игорь Вячеслав Иванов, одна из центральных идей, одна из интегральных идей, это идея Резамкунстверка, для синтеза искусств. И по тому, союз слова, музыки, львамудрия, это стежневое понятие для любого специалиста по эпохе, для любого Ивана Вета, разумеется. Эпоха рубежевиков знала достаточное число людей, которые одновременно состоялись как литераторы, как композиторы, как музыканты. В строком смысле слова Иванов не был, он не писал музыку, он не был музыкантом профессиональным, но тем не менее, именно ему довелось предложить одну из наиболее глубоких рефлексий на тему музыкального, продолжающую традицию романтизма на новом этапе. Понятие музыки один из первоэлементов ивановской концепции, ивановской эстетики, ивановского вероятного заверцания. Музыка изоморф-мифа в концепции Иванова, структурный изоморф-мифа, такова и является почему и базовым инструментом, и сиологическим инструментом, и первопринципом репрезентации смыслов, художественных смыслов, культурных смыслов. И об этом мы будем много говорить на этой конференции. В этом качестве, в качестве мыслителя на эту тему, Иванов очень много предупредил в XX веке. Опять же, мы понимаем, насколько важны ивановские размышления, ивановские предпосылки для концепции музыки Уросива. И далее мы можем проследить эту линию преемственности достаточно далеко, и биографически тоже вши, поразительные зачастую буквальные совпадения, очевидно, не имеющие под собой логики непосредственного влияния, тем они более характерны, буквальные совпадения в рассуждениях Левистроса о структурной изоморфии музыки и мифа, благодаря принципу симметрии, принципу субъятий бинарных позиций, какова определяет пищеструктуралистскую концепцию музыки. Сама эта концепция оказывается глубоко связана в своих истоках с тем пафосом, который унес в своей теории Вячеслав Иванов. И об этом, во многом другом, наверное, нам предстоит поразмышлять. И, наверное, не случайно, опять же, не случайно в силу синтетичности фигуры Иванова она порождает синтетичность мысли о наследии Иванова, она порождает и месискеминарные подходы и так далее. Не случайно, что именно фигура Иванова служит таким катализатором развития науки о росту культуре воображенияхов в последние годы. Ну, наверное, не будет предвещением сказать, что Иванов здесь становится фигурой центральной из всех крупнейших деятелей этого предстательного имени. Ну, тем... тем больше спрос нас, что называется. Мы именно в этом соответствуем. Спасибо, дорогие парнии. Аплодисменты. Спасибо. Спасибо. Аплодисменты. 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 Слово предоставляется Андрею Борисовичу Мечелку Шишкину, директору следствия Центра Вячеслава Иванова Луини. Я хотел поблагодарить господина Мальченко и всех здесь собравшихся. Аплодисменты. И тема, которая... 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 И для того, чтобы... Подобраться в его личности. И в его вклазме. И слова, которые здесь были сказаны, Синтез. Является... Он, ну, на ключом к этой форме. Родное и вселенское. Сам Вячеслав. Кто он такой? Поэт? Нет. Только... Принято говорить в конференции уже 10 лет назад. Поэт, мыслитель и ученый. Это, на самом деле, сужение, редукция того, что когда-то писал самому Иванову в Ларенске. Я могу даже с ним подстеркнуть эти слова. Кто такой Иванович Иванович? Писатель? Нет, не писатель. Писатель Мережковский, Берюсов и прочее. А для Иванова писательство — лишь одно из способов выражения себя. Поэт и поэт. Вот Пушкин поэт, а Иванов иное. Учёный и учёный. Но в основе он всё это совсем иное. Если бы он был в древности, он был в программе Пифагора. Если бы он был святым, он был в старце. Так вот, в этом синтезе соединяется и там же русское заводничество, и русское слаборафильство, что приводит совершенно, так сказать, к новому, совершенно новому взгляду на соотношение, опять-таки, России, античности России, знакомства России и Европы. Поворот темы Ивановской музыки мне показался крайне сначала даже парадоксальным. Но вот, едущий сюда, я пролетел подряд выписки, что я тело когда-то для ролики Ивана. Если я позволю, если мне есть пять минут ещё, какие-то фрагменты из этих текстов на тему Ивана и музыка, почитайте, я буду сам, наверное, здесь правильный. Максимально фрагментарные. Январь 91-го года в службе 5-й симфонии Берлинской формулы. Много общего в этой симфонии пишет Европей Иванов. С 9-й симфонии по замыслу. Тоже разрешение. Идея ликующего, осчастливенного человеческого множества. Февраль 88-го года. И это, кажется, первая фиксация формулы Родное и Вселенское. Он слушает сонат Бетхобена. «Мерно и медленно падали важные, победные и вместе печальные аккорды Бетхобена, оп. 26, полные лёгких отзвуков наших церковных песен». И дальше мы говорим о таксальном. «Не чудилось наше победное шествие в час, когда смирились несчётные враги, нас не понимавшие. И мы даём народам, стоящим серьёзными лицами, и полным внутренним отумыления, какой-то торжественный завет». Ну, кончается период странской Европы, начинается в мире «Петербургская башня», о которой ему написано несколько цитатов. «Шестой год». На башне здесь играют романцы «У моря ночью». Капотедовик критикует каратегин и Мюрэй, вспоминает, где вся среда сред, в которую я не напрасно влёгся, были полезны мне, подталкивая вперёд стимулировая кисками. Читается на башне также «Петербургская башня» по музыкальному чтению в грамме, на которую я обращаю на Мюрэй и Мюрхольд. В феврале этого года Иванович и все жители башни идут в Мариинский театр на сказания о городе Петербурге. Потом Иванов ответит «Резионарную убивенность и тихий экстаз города Петербурга». К этой теме он будет ещё не раз возвращаться. Кузьмин «На башне», цитирует Иванович, беседовал с Вячеславом, играл бесконечно, читал прозвольт. Но больше, конечно, Кузьмин играет дон Жуана Моцарка, что известно. В апреле 2017 года Мюрхольд ставит, Судегин оформляет на башне «Петербургской башне» поклонение к кресту, в котором участвуют Кузьмин, Вера Иванова, Лидия Иванова, Книжмин, Лачилов, Москов, Константинов, Шварцалов. В марте 2011 года на башне читают стихи «Книжмин, Верховский, Челков, Константинов, Марта Мораская». С фильма говорили, цитата, о возможности войны, затем о симфонии циклебинах «Прометей». Наконец он исключил чтение стихов. В 2011 год Вильев сочиняет 7 романсов на «Газелы о Розе». Ну и 2012 год, как бы вот такой центр, но это было и прежде «Синтез искусства». Читается лекция «Чемлянец» и «Проблема синтеза искусства» в Петербургской консерватории. 2013 год, Лидия Иванова прилагает на возрасте «Терене о Мальфее». И вот об этом мы говорим за пятницу. Иванову дались разные художники и скульпторы запечатлеть. И самый, пожалуй, сильный в ответ продлежит Голубкиным. Как об этом пишет философ и дух поэта Энн? Голубкина «Бюст Вячеслава с силой бетховенской». Вот, подберите. С силой бетховенской. Титанический размах. Вячеслав взят не в империи, а в каком-то умопостигаемом пределе. 14-й год, октябрь, сегодня пришел Вячеслав Вячеслав. Запись из дневника, из письма Эрна. Эта неделя вышла очень музыкально. У нас приехала в Москву певица-директ из Петербурга. Была большая в деревнице Личининова Вячеслава. Приходила разу три. Все пела себе, как и поливая. Пришли Булгаков, Врачинский жилой, Семенченкова. Впрочем, Иванова попала на концерт «Скрябина». С мир «Скрябина» и серия лекций о «Скрябине». 15-й год. Лекция Иванова «Скрябина на искусство» в зале Петровского училища в Петербурге. Август 15-го года ушел Гнесин, который скоро уезжает. И зашел снова поговорить о медальном деревне, музыкальном драме, которую мы решили окончательно вместе написать. Этот план не был реализован. В декабре 15-го читают лекцию «Скрябина» на искусство в Петербургахской консерватории. Апрель 16-го в Киеве, в консерватории поджи-доклады. 31 декабря 2018 года в московском клубе «Красный петух» исполняется наш марш Маяковского, музыка Артура Лурья. За этим дефирам продолжены слова Иванова, музыка Лидии Ивановой, «Хор Юхова». Конец московского периода, он в Баку, Вячеслав Баку, говорят свои ученицы. Слушали пятую сифонию Витковина, Вячеслав воспринял ее как денисийскую мистерию, он объяснял полкового. Эпиграция Виталия пишет своей дочери проект оперы, двухчастной композиции на сюжет «Одиссея». Светлое царство Фиаков, своего рода Китежград, подробная плата. Ну и празднование не тысячелетия, а 950-летие Крещения Руси уже во время. В Бакуском восточном вести козе, блокадок Крещения Руси, четыре стихов Хомякова и Иванова. Исполняется три «Тих» Иванова под ребенком Кипаристом, три «Кривница Христос воскрес» на музыку, тоже в миграции выходящегося, композитора Александра Крещения. Сегодня в 3 часа дня у нас прозвучит Крещения, поэтому все темы, которые тут я слегка обозначил, у нас, наверное, будет продолжаться. И спасибо, надеемся на синтез науки, искусства и мнения. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...